Борис Александрович Бывший несовершеннолетний узник фашистских концертов А фамилия? Пайтер Петр Еще что нужно? А где вы? Вы здесь живете? У нас в городе? Да вот, напротив Бывший узник каких? Бывший малолетний узник фашистских концертов А с какого вы года рождения? С какого года? С 34-го А где же вас угнали в Германию? Угнали в Германии Меня угнали в возрасте 9 лет А где? С какого? Откуда? Брянск Я родился в Брянской области Для области Брянской не было, что в Брянской области Выловили Потому что там все села уходили в партизаны И мы тоже ушли в партизаны Но партизаны что в лесу сидят? Они же ничего не видят Поэтому таких маленьких ребятишек В сумку, в карандаш И в город Машину увидел Галочку Пушку увидел Галочку А где же вы в Германии были? В Литве Нас довезли до Литвы Алипус И вы там работали? Нет Там наш концлагерь Тройные или четверные Проволочные заграждения Вышки, собаки И нас в этот лагерь Мы занимались чем? А вот сейчас я очень интересно Сначала они прожили под немцами Два года прожили С 41 по 43 И потом, значит Там нас использовали Как тупик Алипус Железнодорожный тупик А железнодорога шла Каунус-Вильнюс И на восток Гнали технику Партизан полно Летчатые летают Бомбить нужно И они В лагоны грузили Детьми Стариками И в эшелон Военный эшелон Сначала Только в конце И начать Вот Партизаны с вами В середине А в середине Так мы в середину Поставили лагон И вот Наверное Туда-обратно До Смоленска Разотые доезжали Оттуда В каком году Освободили вас? В 44 А кто освободил? Сначала Партизаны выкрыли В леса посадили А потом Шортовская армия Баграмин Маршал Советского Союза Баграмин В 44 Где-то В сентябре месяц Наверное Потому что Когда она была в Антаре Мы поехали Оттуда На первые Партизан Да ладно Записывайте Да Я просто записывал Ну ничего страшного Это же интересно Конечно Интересно Когда мы оттуда поехали Так Первым сентября Я опоздал в школу Мать наверное Соображала Что нельзя затягивать И меня в октябре Я одного Месяц в школе Я проучился В 41 году Проучился В 41 сентябре Партизан Прилетела немецкая авиация Школу нашу Бабаху Разбили Через полмесяца Немцы пришли Школы образовали Нас стали Без дома Выгонять В школу В комплекту Вроде стали учиться Потом А вы когда вернулись В каком году Вернулись обратно В 45 В 45 В 45 В 45 В 45 В 45 А родители Живы были Да Отец Мать Бабушка Две тетки Корова То есть вы вернулись В родной дом Нет Все сгорело Все сгорело Рыли погреба На улице Два дома Было старое Так вот Мы в одном доме Жили 4 семьи Какая деревня Город Карачев Город Карачев 40 километров От Брянска 40 километров От Брянска И значит При немцах Тоже нас решили Школу устроить И у рука Я говорю Все Вон видишь Чулан Туда сядешь И носом Показываешь А потом Только сказали Что Немцы Подгоняют К школе Крытую Крытую машину И класс В эту машину И все То есть практически Детский труд Использовали бы Да? Не детский труд А крот Потом только После войны Здесь Лиры Я там был Был в лагерь Салоспилс Там Выкачивали крот Не брали А выкачивали Кто выживал Под камня Опять выкачивали А там А вообще-то Все там А нас Политовские Вот Значит Сажали вагоны И возили Для прикрытия эшелонов С техникой С личным составом Там же партизан полно было И вот Еще колодки нам одевали Мы шли по брусчатке Это как вороват Все знали Что нас ведут На Посадку В том числе Партизаны Которые В отряд Переливали Эшелон идет Но он закрыт Закрыт Стариками Ну что Как взрывать Авиация То же самое Мы вот здесь Фульсировали За эти два года Два года Мы за эти два года Раз Пять или шесть Попадали Один раз Как мы не сгорели Значит Был эшелон Груженный Не эшелон Не груженный А полностью Сестерный То ли с Российным В общем Эшелон Эшелон И был проход И нас Машинист Погнал в этот проход В это время Наметела авиация Этот эшелон Горит Горит С праздником вас И вас поздайте С праздником Вам нельзя В мино-работи Да Спасибо